Большие белые акулы, которые водятся у берегов Южной Африки, скоро могут совсем исчезнуть из-за негативного воздействия хозяйственной деятельности человека, которое ведет к загрязнению океана и, соответственно, ограничению генофонда. В океанах южноафриканские большие белые акулы обитают более 14 миллионов лет. Сколько же их сейчас и какую судьбу им предрекают ученые, узнавала Юлия Нев. Как сильно страдает семейство акул от рук человека и способен ли в принципе Homo sapiens значительно повлиять на популяцию самых страшных рыб на Земле? Для того, чтобы идентифицировать их и уточнить все невыясненные вопросы, ученые из разных стран решили создать всемирную базу данных больших белых акул. Специалисты из Сталинбосского университета разработали новое программное обеспечение. С 2009 по 2011 годы морской биолог Сара Андриотти вручную собрала более 4,5 тысяч фотографий, на которых были запечатлены 426 белых акул. По данным биолога, популяция акул сократилась почти в два раза. Из 500 наблюдаемых особей в живых осталось 350. Как считают исследователи, всемирная перепись акуль его населения поможет не только определить точное количество акул, но и выяснить, как далеко распространяются границы их территорий. Мы начали свою работу в 2009 году. Новая база данных должна помочь увеличению численности акул. Отпечаток спинного плавника белой акулы подобен отпечатку человеческого пальца. Он уникален для каждой особи. Достаточно всего лишь сфотографировать плавник, поместить в фотопрограмму, и на экран монитора выведется вся ее подноготная. Где обычно плавает, на кого нападало. Плавник каждой акулы фотографируется, анализируется и заносится в базу данных, которая может распознавать отдельно взятую акулу по специфическим чертам. Разрывом ткани, силуэту и размеру, углу наклона и некоторым другим параметрам плавника. Ученые надеются, что в скором времени туристы и дайверы, любой, кто сталкивается с акулой, с помощью фотографий окажут значительное влияние на дальнейшее упорядочивание и рост идентификационной базы акул. Такое новшество поможет постоянно добавлять, обновлять информацию об акулах, тем самым содействуя их комплексному изучению. Еще одной целью базы является привлечение внимания политиков, чиновников к проблеме истребления этих животных. Ежегодно по всему миру от рук людей умирают более 100 миллионов акул, в то время как сами рыбы-людоеды убивают и калечат до 150 человек в год. Еще одна из причин сокращения популяции белых акул у берегов ЮАР – установка на пляжах защитных сеток. Они призваны обеспечить безопасность серфингистов и пловцов от возможных нападений. За последние 30 лет в сетях запуталось и погибло свыше тысячи больших белых акул. Однако, по сообщениям ученых, популяция больших белых акул постепенно увеличивается. Значит, политика по сохранению популяции сработала. Полное уничтожение средиземноморских белых акул неминуемо привело бы к серьезному нарушению баланса экосистемы планеты. А единственная причина, по которой это может произойти – это человеческая жадность и бессмысленная жестокость. Весь мир сейчас наложил вето на торговлю мясом больших белых акул. Есть надежда, что пережившие невероятные катаклизмы, одолевшие доисторических монстров большие белые акулы, все же восстановят свои поредевшие ряды. Юлия Нев, Вокруг планеты.